Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Росфиннадзор, Генпрокуратура, ФСБ и Центробанк совместными усилиями будут расследовать причины обвала рубля в черный вторник 16 декабря. Для начала будут направлены запросы на московскую биржу. На данный момент комиссия провела одно совещание и определила характер вопросов, на которые предстоит дать ответы в ходе расследования. Напомним, что 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. В тот же день в ходе торгов на московской бирже евро пробил отметку 100 рублей, доллар – 80 рублей. Параллельно депутаты требуют провести расследование действий главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, считая действия ведомства антиконституционными. Банк России отказался помогать валютным ипотечным заемщикам. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она отметила, что недавно был принят закон о банкротстве физических лиц, а также что для решения такого рода проблем есть финансовый омбудсмен. Юдаева отметила, что валютная ипотека составляет около 2% всего объема жилищных кредитов. В свою очередь председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что такой вопрос в обсуждении с Центробанком поднимался и пришли к единому мнению, что сейчас главное – сделать так, чтобы людей в период кризиса не выселяли на улицу. Правительство поручило Минтруда проработать вопрос о создании единой базы лиц, имеющих право на улучшение жилищных условий за счет федерального бюджета. В правительстве считают, что в разных регионах России очереди двигаются неравномерно. Необходимые поправки в законодательство планируется подготовить к апрелю, а в июне – внести законопроект на рассмотрение в Госдуму. Как уточняют в Минтруда, на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета претендуют ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, бывшие военные. Российский фондовый рынок открылся в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1565 пунктов. Среди лидеров роста – Мегафон, Сбербанк, ФСК ЕС и Мичел. Лидеры падения – РДР Русала, акции Северстали, Полиметалл и Алроса. Повышение на российском рынке происходит на фоне позитивной динамики на азиатских площадках и рынке сырья. Сдерживающим фактором является вероятность понижения рейтинга России до мусорного уровня агентством S&P. Курс доллара на 15 января – 66 рублей 9 копеек, курс евро – 77 рублей 96 копеек. Золото стоит 2611 рублей за грамм, серебро стоит 36 рублей 13 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 47 долларов 61 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!